Удачи начинать Удачи начинать Удачи начинать Удачи начинать Удачи начинать Серьезнейшая больнейшая тема Как дальше жить называется Люди сады садили-садили А сейчас Ладно где урожая нет Антон Валерьевич Мне сейчас сообщают Что на Бизоне идет старая трансляция Старый вебинар Не сегодняшний Сейчас все перепроверю Хорошо Ну я подожду тогда Давайте А вот больная тема Болезненная, страшная Катастрофа садовая По всей планете Подождем минуту тогда Я успокоиться не могу Подождем Подождем Здесь у нас есть Вот такие Я подготовил фотографии Вот такие Вот посмотрите Вот Так интересно С одной стороны Хорошо Когда есть оппоненты С другой стороны Плохо что Они не совсем Владеют ситуацией А Ну в общем Нет сада Значит Приходится Не обращать внимания Вот К сожалению Не выставляют себя гордецом Ну если у тебя сада нет Ну если ты говоришь Я читал Ну что мне с тобой делать с таким Вот Ты же много Я не успеваю отбиваться Буквально в смысле Так Ждем От Антона Весточку А потом поймете О чем речь пойдет Тоже болезненная тема Такую огромную работу В Сибири провели А вот Сейчас узнавал Имя, отчество Пирогова Хотел на него сослаться И они самые Эти дела Главные Я не могу Разорваться Я как-то в анекдоте Обезьяна И умная И красивая Как же мне Не разорваться Сейчас послушаем Сейчас послушаем Что Ирина Александровна Савиньевич Написала Фотографии писала Вот А для чего Мне нужны были Это Валерий Иванович Сергей Альбертович И Елена Александровна Да потому что Было на кого Сослаться Так 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 Еще Еще Ждем Альбертович Послушаем Послушаем Альбертович 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 Так Так Брат Юрий Пишет Трансляция Появилась Ну От Антона Не дождались Пока Но это Ничего Кстати О В уголочку Появился Мой украинский Друг Он же Суперспециалист А вы знаете А вы знаете У меня Все Так Кого Не возьмешь Я Я скоро Уволюсь Вот А Кстати Антон Хотел поплакаться Что Меня Постепенно Обижают И отодвигают Слушай Антон Алё 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 Так Будем считать Что Все В порядке Поехали А почему Я сейчас Увидел А Давайте Я сейчас Посмотрю Знаете Для меня Харьер сообщения С Украиной Это подарок Я не про Политику Я просто Надаваться Продаж Обязательно Поддержу Ваш Канал Найду Способ Как И Перечислить Денежку Вы Как Заметили Может Что Шот Видео Набирают Большое Количество Просмотров К примеру Вот Те мои Там Еще Есть Видео Короткие За Грибы И Еще Там За Что То Не Помню Пару Дней Пять Тысяч Посмотрю Обязательно Указывайте Теги Печатайте То Что Касается Этого Видео В Тегах Так Хочу Был Знать Что За Теги О Чем Речь Идет Ладно У меня Брат Переведет На Рус Скажи Теги По Английски Или Как Ну Смотрите Сейчас Я С Царем Валерием Александровичем Я горжусь Дружбой С этим Человеком Он Меня Отодвинул На второй План По Персикам В итоге Я Обиделся А Сейчас Когда он Каждый раз Говорит Персик Хасанский Клон Железов Таким Голосом Что Я Чуть Со Стола Не Падаю Вот Поняли Да Вот Такие У меня Друзья Теперь Давайте О серьезных Вещах Говорить Значит Вот Это Проявилось Такое Сообщение Россия Может Потерять До Третьего Урожая Фруктов Из-за Заморозков От Заморозков В центре Страны Больше Всего Пострадают Сады По Ним Минусовой Температуре В дальний Пик Светения Эксперты Говорят Урожай Яблонь Груш Вишен Уже Потерян По Десять Балльной Скале Ущерб От Заморозков Десять Баллов Кто Говорит Президент Ассоциации Садоводов Дальше Я боюсь Читать О Косточках Можно Забыть Останешься В центральной Зоне Без Урожая Давайте Так Все Это Грустно Я Пропускаю Вывод Я Сделал Какой Лично Я Нет Запаса Прочности Из Сибири Поступает Сообщение Отовсюду Например Юго Восток Казахстана Нет Не Северный Казахстан Что такое Северный Казахстан Сибирь Матушка Вот что такое Северный Казахстан А это Юго Восток Вот И Там Климат Достаточно Мягкий Но не Миновало Вот это Страшная Вещь Представляете Весь Юг Европы Весь Юг Остается Без 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 Урожая Вот Значит Украина Зацепила Сидит Без Эти Без Черешин Будет То есть Погибли Черешневые Эти Урожаи Черешневые Несколько Регионов Украины Для примера Масштабы Гигантские Вот Значит Творится Что-то Невероятное Значит Поэтому Когда Мне Мой Друг Вот сейчас Слышали Его голос Это Голос Украины Во-первых Благородно Невероятно Он еще Хочет Меня поддержать Деньгами Спасибо Брат Не надо Я за вас Переживаю А вы за нас А вы за меня Переживаете Не надо Вот На несколько Фирмов Деньги Собраны Ближайшие То есть Уже не я буду Оплачивать А уже Вы оплатили Друзья Спасибо Вот Ну У меня Местезонье Когда нихрена Доходов нет И вот Получается Следующее Еще хотел он Помогать Нет Валерий Александрович Спасибо Не надо Так Вообще Для россиян Уже позор будет Теперь так У него Два Он упомянул Два ролика Он прислал Там Он уже Из земли Выкорчевал Сотни Саденцев Которые считались Подвойные Ой господи Уже не персиковые Не черешневые Нет Не абрикосовые Не сливовые Миндаль По моему Миндаль В качестве Подвоя Если я Ничего-то Не путаю То есть Они оказались Негодные Хвалит Мои Персик Хасанский Клон Железова То есть Запас Прочности Пришел Из Сибири Видите А я Этого Не знал Когда Вот это Писал Я просто Предполагаю Что Очень много Засилия Южных сортов Они где-то Могли Зацепиться Из Молдавии Допустим Почему нет Не зацепиться В Краснодарском Крае Согласны Там Допустим Вдоль границы Там Смоленская Область Брянская Область Возьмем Допустим Ростовская Архангельская Юг Почему не Засыпиться Ну стоило Пару градусов И все И прощай Вася То есть Прощай урожай И частично Потеря Будут Сами сады Как это могло Случиться И почему Не случилось Сибири Мы Я обязан Это сказать Я готовил К этому Разговору На Сибири Начинается Весна Позже Так Вот И вдруг Однажды Так бывает Именно в этом году Она фактически По срокам Совпала С Европой Так Если Опередила То есть Отставала От Европы То Ненамного Приходит К нам Заморозок У нас Спят Деревья Это было Недели Полторы Назад Значит У Чернобаева Минус 11 У меня Минус 9 Так А у него Я бы остался без урожая Проносит меня Буквально Вот Заканчивайте Заморозки Минус 9 Приходит Тепло У меня Сейчас Не просто Зацвели Уже Эти страшное Похолодание На Урале Челябинске Сейчас Снег Лежит Вы представляете У меня Абрикосы Отсвели Листья Зацветают Уже Начинают Зацветать Груши Слива Цветут Вообще Снег Лежит Я к чему Говорю Во первых И во вторых Это очень важно Значит Никто Моих Запросов Никто моих Не смотрел Там где должны были Никто не поставил Задачу Сейчас Еще раз В Урале Европейской России Вот На юге На север Где угодно Полно Научных Учеждений Так Никто Ни разу Не запросил В лучшем Сибирском саду Я не шучу Насчет лучшего Да Микроклимат Но Все понятие Относительно Вот Был бы у них Такой Климат Как у меня У них Вообще Ничего не было В Европе Вот Просто бы Все бы мерзло Мерзло Но Речь в данном случае Идет не о Морозах Не о Заморозках Это такая Подлая вещь Вот она Зацепила Всю Европу И к чему Я все это сказал Смотрите Сейчас В европейской России В наших Садах Страшные потери Люди ждали Люди Растили И вот Во многих Местах У них Попало Не На момент Сведения А на момент Когда распустились Листья А это Оказывается Еще страшнее Ударило По листьям И это Болезни Это Потери Целых Миллионов Деревьев Урожай Автоматом Идет Понимаете В чем дело А откуда У них Запас Прочности Теперь Это Подачим Садом Теперь Возьмем Сады Научные А вы знаете Что там То же самое Творится А вы знаете Что за эти Десятки лет Особенно После того Когда меня Пнули С этого С международной Конференции Лишили Слова Вот Что с тех пор И до сих пор Ни одна Косточка Вишневая Сады Гибнут Сами Это Объявили Сады Гибнут Спасения Нет Ни одна Косточка Сибири Туда Не переехала Ни в один Институт Ни в один Университет Ни в академию Ничего Вы понимаете Чем они Все эти годы Ждали Что не будет А сейчас Что А вы знаете Что в их садах Творится Я говорю Жили Даже не бывая Там Ни в одном Не побывал Вот Что творится То же самое Что в дачах Сейчас Люди работали Скрещивались Попыляли Растили Растили А сейчас Все к чертовой матери Что показать Когда-то Знаете Был этот Лусенко Пора уже Извините За выражение Его пора Из могилы Выкапывать Вот Оживлять И ставить Опять командовать Помните Этот самый Который Его выставили Этим самым Извините За выражение Дебилом В тот момент Когда Появился фильм Нет Появился фильм Даже не знаю Был ли Дудинцев Писатель Гениальный писатель Белой одежды А у него помощником Был Толковый мужик Только приходилось Ему таиться Что он совсем Вовсе и не это И не Лусенковец Вот помощником Был у Лусенко И вот В этом фильме Столько Горечи было И думали Ну вот теперь После этого фильма Все станет На место Черта с два Посмотрели Этот Не фильм Эту книгу Прочитали Вот Сказали Вот это да Вот оно Новое слово Вот они Времена Настали Вот теперь Наука Попрет Вот Кухиш Показать На экран Неудобно Просто Никуда Не поперло Потерять Десятки Лет Уже Новое Содородство Создано Все Полностью Наоборот Все Не так Все Это Уже Появились Сорта Которые Держат 40 градусов Когда у них В 30 Все замерзает Вот так Высказался